Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня будем говорить с вами и о спорте, и о насущных проблемах, потому что гость наш сегодняшний в двух ипостасях – депутат Совета депутатов городского округа Люберца и директор комплексной спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберца Дмитрий Анатольевич Коровкин. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич! Добрый день! Ну, не первый раз уже, Дмитрий Анатольевич, у нас здесь в гостях, и, как всегда, с депутатами мы поступаем по-человечески. Часть мы говорим непосредственно о работе, потому что депутаты этого уровня, никто их не освобождал от их профессиональной деятельности. Ну, а во второй части узнаем, есть ли наказы депутатов, что там происходит и так далее, для того, чтобы всех удовлетворить. Ну, а начнем с комплексной спортивной школы. Тут про Олимпиаду опять немножко сейчас глобально так зазвучало, все-таки, как ни крути, Париж рядом, и вроде бы как в каком-то варианте все-таки наши замечательные спортсмены будут представлены. Но вопрос будет такой, есть ли сегодня мотивация у со всех юных спортсменов, которые, ну, мы же, понимаем, делим на тех, кто просто ходит как в спортивный кружок, да, ну, до какого-то этапа, а потом будут вспоминать о том, как вот он когда-то там, вот, ну, и не будет уже спортом заниматься. А есть наверняка, которые потом, естественно, на то она и школа Олимпийского резерва, у которых должна стоять задача попадания в сборную, ну, и дальнейшие ходы. Есть ли сегодня мотивация в свете того, что непонятно, когда, в общем-то, будет глобальное разрешение на выступление олимпийцев? Ну, у спортсмена мотивация всегда есть. Для того он идет в спорт, в детский спорт, в юношеский спорт, в юниорский, в взрослый, чтобы потом достигать на каждом этапе результатов. Так, конечно, то, что происходит у нас с олимпийским движением, полностью превратили его в зависимую ситуацию, там, от каких-то... И это только касается нашей страны, другие спортсмены абсолютно, там, посмотрим на Израиль. Россия, Белоруссия, вот так. Россия, Белоруссия, государство. Да, 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 да. Там вообще теперь нужно ходить в какой-то форме, никаких надписей, все будет отслеживаться. Ну, они наших спортсменов хотят полностью обезличить, скажем так, да, ну, в прямом смысле слова, там, вот вам белый флаг. Но мне кажется, что их все равно будут все видеть, потому что они их обезличили. Ну, понятное дело, там, имена-то они известны, да, там, вот. Главное то, что в этой ситуации... Я не знаю, я не хочу судить ни спортсменов, ни тренеров вообще. Я со стороны скажу, то есть, у них одно из, скажем так, моментов выступления на Олимпиаде, это осудить специальную военную операцию. То есть, если ты подписываешь... А, то есть, это обязательно услуга. Ты подписываешь, ты можешь ехать. Ну... Ну, и мы как бы с нашей стороны, в общем-то, немножко закрываем на это глаза. Я имею в виду Олимпийский комитет. Нет, нет, знаете, я как бы... Но не запретили же выступать? Ну, как можно, скажем так, что-то запретить в свободной стране, да? У нас там вот теннисисты, пожалуйста, да, там, тот же Медведев, да, они играют, представляют Россию. Ну, у них чуть-чуть другой, там, рейтинговый спорт, они уже играют там на деньги и так далее, ну, за деньгами. Вот. Здесь, как бы, ты идешь, всю жизнь тренировался, да, тоже мы понимаем спортсмена. Он всю жизнь тренируется и хочет участвовать в мире, в Европе. Хочет доказать всем, что он лучше. Олимпиада, да. Но тут понимание какое, что страна в тебе вкладывала все на всем протяжении, начиная там с спортивной школы, вернее, с обычной школы, потом с секции, потом с спортивной школы Олимпийского резерва, училища там и так далее. Страна, ты жил за счет государства. И тут такая вот дилемма стоит. Ну, хорошо, тут мы поставим многоточие. Ну, можно тут дискутировать. Еще один вопрос такой глобальный, а потом уже перейдем к школе, потому что наверняка много интересного расскажете. Тоже, когда мы ведем спортивные эфиры, связанные, скажем, от детского спортивного кружка или даже дворовых каких-то видов спорта до того момента, когда родители чаще всего иногда вместе со своими детьми принимают решение, что они будут заниматься тем самым спортом высоких достижений. То есть, зарабатывать деньги. И это ставится во главу угла, и ребенка буквально натаскивают на это, у него совсем другая жизнь. Вот как вы считаете, это правомерное решение родителей, когда они выбирают ребенку такое вот направление? Мы же знаем такие истории, потому что спорт высоких достижений – это же очень серьезная работа, травмоопасно и так далее, и тому подобное. И психологически еще опасно. Вот этот выбор между любительским, да, скажем так, и профессиональным. Ну, знаете, тут такая грань, что ты из любительского, если у тебя есть результаты, ты как-то так незаметно перетекаешь в профессиональный. Потому что, ну, ты же результаты делаешь, ты выступаешь от соревнований к соревнованию, ты все лучше, лучше и лучше. Ты попадаешь в сборную, да. А сначала там уровня города, потом области, потом уже… Ну, растешь как бы, да. И ты вот от этих любителей, ты хлопал, ты уже в профессионалах, ты уже в сборной России, тебя, опять же, государство экипирует, тебя обули одели. Это государство. Подождите, подождите. И ты, ты начинаешь выступать. И мы опять же возвращаемся к первому вопросу, да, ну, в рамках сегодняшней реалии. И мы опять возвращаемся к этому вопросу. Есть спортсмены те, которые говорят, да, мы, вот, как сказал наш президент, мы выбрали то, что мы выбрали. Да, сейчас у нас много соревнований организуется там между Россией, Белоруссией, там игры называются, да. Ну, с дружественными странами. Игры государств, да. К нам, кстати, приезжают и страны БРИКС, так, чтобы понимание было, да. Вот, у нас президент АИБа по боксу, Марк Кремлев, он разрешил участвовать нашим спортсменам в международных соревнованиях. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Понимаете, это человеческое все. То есть ты принял решение, ты принял. Да, некоторые, а некоторые федерации прогнулись под запад, и все, до свидания всем спортсменам. Некоторые даже выступают теперь под другими флагами. Есть такие варианты. Да, есть такие варианты. То, что родители, ну, нет, почему, ну, знаете, вот. Не калечит ли это судьбу ребенка, если он не готов быть спортсменом? А как понять, не готов быть спортсменом? Здесь вот тоже критерий такой непонятный. Мы со школы, мы занимаемся в секциях. Так. Ну, ты же не будешь дома сидеть, да, там. Родители хотят, чтобы ребенок был, чтобы двигался, да, там. Для общего развития. Он подвигался дальше, потом наступает пятый, шестой класс, там, ну, условно, в зависимости от вида спорта. Он говорит, мама, я хочу пойти, там, ну, заниматься условным боксом. Ну, хорошо, иди. Это его решение. Это его решение. А, вы с точки зрения того, что родители заставляют... Да, вот хоть больше играть, у нас большой теннис. Нет, заставлять... И будем на тебе деньги зарабатывать. Нет. Я противник этого сразу. Вот я правильно. Вот если родители будут смотреть программу, передачу эту, нельзя ни в коем случае навязывать свое мнение ребенку в том плане, что, а я посмотрел, да, там, у тебя, возможно, есть задатки, ты будешь там, вот, в этом виде спорта чемпионом. Так нельзя. Так нельзя. Ребенок должен сам к этому прийти. Что ему нравится. В плане, конечно. Он же должен в этом гармонично существовать. Ну, есть примеры такие, когда там вот ребенок ходит заниматься единоборствами, ну, у него раз травм получило. Потом он так слева направо, вот, хочу, не хочу. Ну, так, вроде родители говорят, надо идти. А потом как-то вроде один из родителей увидит эту ситуацию, ну, что-то ему не нравится. Вот. И говорит, слушай, ну, ну, просто я рассказываю пример из жизни там родителей. Он говорит, слушай, ну, вот, давай пообщаемся там. Что ты хочешь? Ну, что-то тебе ближе заходит. Он говорит, мне заходит там условно вот этот вид спорта. Попробуй. А почему же ты нам не говорил? Ну, вот, я стеснялся туда-сюда. А его передали, отвели в этот вид спорта. И он там развел. Он там развел. Он полетел. Понятно. Он полетел, пошел, все. Все, главное у ребенка, у спортсмена, юноши, чтобы у него желание не отбить. Да, да, чтобы он вообще не ушел. У него, конечно, он замкнется в себе, все, в кубитертный период, это все дела. И еще потом начнет в другую сторону. Конечно, он будет наоборот. Да, он где-то скажет вам, что я там, да, да, да. А в итоге там у него ничего не получится, он результатов не добьется. И вы, по большому счету, можете там испортить много чего. Нет, только лишь сам. Можно попробовать, можно отвести, да, там. Вот у нас есть день открытых дверей в школе, да, там, в сентябре. В конце августа, в сентябре мы как бы делаем объявление, к нам приезжают родители с детьми, смотрят там открытые тренировки по футболу, по другим видам спорта. И на ребят смотрят, и на тренеров, на общие, так сказать, картинки. Конечно, они приходят, они смотрят, как проходят тренировки, как они занимаются. То есть, да, и потом уже родители посмотрели условия. Да, посмотрели уже все, да, вот мы хотим записаться тут-сюда. У нас же плюс бюджетная школа, у нас деньги не платят. То есть, пожалуйста. Где мои 17 лет, да? Нет, ну я в свое время тоже занимался бесплатно. Да, нет, ну в то время да, но тогда как-то тоже, вот кажется, вроде давно уже было, но я такой игровик, я начинал вообще-то с рапиры, вот, гандбол играл, потом волейбол, все на свете. Но я игровей, я люблю вот баскетбол, вот такой побегать, а вот так, чтобы штангу тягать или... Слушайте, я вот помню, у нас, я в интернате учился, и у нас в основном-то игровые виды спорта были. У нас там, ну это уже другие года были, у нас появился тренер, я помню, парень пришел, он воевал в Афганистане, пришел и начал нас тренировать в Кабашином бою. И все, и вот это-то завязалось, пошло, пошло, и кто захотел, тот туда пришел. Ну все правильно, все правильно. Ну еще, кстати, многие не помнят, что каратэ в 89-м году до 89-го было запрещено, чуть-чуть его там разрешили, и 89-м, я как сейчас помню, его разрешили, а это вообще было уголовное дело в свое время. Ну хорошо, давайте о школе поговорим, у нас заканчивается первая часть, чуть-чуть на вторую еще перенесем. Чем живет комплексная спортивная школа, какие успехи, март, весна, уже скоро лето? У нас все замечательно, школа процветает. Да уж никаких проблем прям нет. Нет, проблемы везде есть, проблемы везде, олимпиаду отменили. Мир, но мы все равно, у нас все равно один спортсмен, один вид спорта у нас умудрился попасть на чемпионат мира, мир и первенство по взрослым и по юниорам. Это у нас отделение ВБЕ, ну каратай. Сергей Аболенский со своей... Татьяне-то не зря каратай вспомнил. Да, вот съездил он у нас на международные соревнования, на, если я не ошибаюсь, Маврикий, остров. Вот, привез оттуда призовое место. Прекрасно. Да, он и еще у нас одна девочка. А, мужской и женский вариант. Да, ну они там выступают так. Вот, то есть у нас это, в принципе, в таких сейчас реалиях это круто. Да, да. Это круто, да, это нормально. Вот, у нас за 23-й год мы участвовали более чем в 120 соревнованиях. У нас более, не более, 13 или 15, сейчас точно не помню, выполнено было кандидатов в мастера спорта, один мастер спорта. Это хороший результат для учреждения. Вот, завоевали 500, более 500 медалей. Разного. Разного вида, да, разного качества. Вот, у нас на одной нашей базе, ну это основная наша база, это Фокль-Луберецкий, было проведено 30, практически 35 соревнований. Вот, и в этих соревнованиях за весь год зрители и участники прошло более 7,5 тысяч человек. Вот тут мы сейчас поставим точку, такая цифра у вас, да, как отчет о проделанной спортивной работе. И напомню, что в гостях у нас Дмитрий Анатольевич Коровкин, директор комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Вот здесь я точку пока поставлю, о депутатстве мы будем говорить во второй части. Но обратите внимание, что не только, вот это очень такой важный момент, не только дети, да, юноши, девушки занимаются, но и есть зрители. А для любого спорта, когда появляется зритель, кто-то тебя подбадривает, а кто-то подбадривает твоего конкурента. И это еще дополнительные условия. У нас вот в ФОКе зрителей очень много. Вот, видите. На каждом виде спорта. На каждом виде спорта. Делаем паузу и вернемся в студию открытого диалога. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пемненко, Дмитрий Анатольевич Коровкин, директор комплексной спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы. И депутация – это депутатов городского округа Люберцы. Уже скоро мы начнем говорить о депутатстве. Но еще пару вопросов по школе. Так много цифр вы озвучили в первой части. Давайте еще раз напомним, особенно тем родителям, а может быть даже бабушкам и дедушкам, которые что-то слышали, что такое школа Олимпийского резерва, чем она отличается от любого другого спортивного, скажем так, кружка, секции или организации. И как туда попасть? Ну, я чуть-чуть сейчас вернусь еще к отчету. В кавычках, да? Пожалуйста. Но депутаты любят отчет. Да. Наша школа вот в этом году прибавилась еще двумя отделениями. Это мы открыли отделение самбо благополучное. И отделение… Те, юбилея, да? Да, да. У нас самбо очень хорошо в городе развито. И ребята к нам пришли. Мы с ними переговорили. На деле были лучшие люди самбо любят. Да, да. Вот именно они. Да, да, да. Вот пришли, говорят, вот так и так. Ну, я как бы не против. И плюс еще мы открыли хоккей. Мечта детства. Хоккей, да. Хоккей на базе в Малаховке. Ага. С ребятами с ДЦП. Угу. Да. Это так вот. Ну, это тогда двойной как бы такой. Такая, да. Интересная такая. Для них это очень важно. Такая, да, да. Очень важно. Они как бы свое общение у них. Они общаются, играют. То есть эмоции… Я не понимаю, что они не одни. Это не объяснить. Когда это видишь, это не объяснить. Это эмоции, это желание. Это прям вот такое все. Но это и особый, наверное, преподавательский состав. Да, это тренеры. Есть человек, который это все затеял. Ну, как бы занялся этим моментом. То есть отдать ему должное. Он еще все правильно делает. Мы поддержали, взяли. Да, вот Малаховка нам навстречу пошла. Ну, еще Малаховка на самом деле идет во многом навстречу. Вот. У нас там отделение фехтования. Тот же бокс. Вот. А фехтование у нас сейчас вообще, как бы, ну, я хочу сказать, на первых парах идет с хорошим результатом. У нас один из человек в сборной Московской области. Ну, кстати, мы же помним, да, ту последнюю Олимпиаду, когда еще все было более-менее, более-менее, уже было проблемно, но все равно. Мы же помним, как наши выступали. Ну, у нас фехтование, оно преемственность хорошая, очень хорошая, тренеры молодцы. Особенно мне нравится, когда наша с нашей. Да, вот у нас женская, женская, понимаете, и у нас тоже женская идет, у нас вот две сестры Забоевы, но не вообще просто. Ну, у нас хороший тренерский состав. Чего, греха таить? А ты где берете-то людей на тренерский состав? У нас... Вы же как-то их должны заинтересовать? Я не знаю. Мы как-то вот встречаемся с людьми и общий язык находим. Хочешь, хочу, могу, давай. Ну, просто как бы идем навстречу всем. Вот вы хотите заниматься? Да, ну вот давайте, начинайте. Они как-то набирают группу, представляем им то экипировку закупаем, инвентарь покупаем. И пришел парень, а у него отец как бы там в России был тоже там фехтованием занимался. И он потом к нему пришел. Вот отец и сын развивают у нас фехтование. Ну, супер. И развивают так сильно, что ой-ой-ой. Ну и как попасть-то в вашу школу? А в нашу школу очень элементарно попасть. И какие виды так чуть-чуть? У нас бокс, фигурное катание на коньках, карате, ВБЕ, самбо, футбол. Выбирайте любой. Да. Выбирайте любой. Значит, куда обращаться-то записывать? Тем более волшебное слово какое-то бесплатное я слышал. Это правда? Да, это бюджетная группа, конечно. Бюджетная группа, приходите, мы, наши тренеры, отсматривают спортсменов. Там есть определенные нормативы. А записываться через госуслуги? Через госуслуги все, формируется группа по этапам. То есть там все идет, начальный этап. Ну, соответственно, начальный этап. Вот. 554-1210. В коде 495. А, это телефон. Это телефон. Я так быстро перескочил. Хорошо. Это наш телефон. Пожалуйста. Ну и в интернете вас можно найти. В интернете сайт у нас. Комплексная спортивная школа Олимпийского резерва городского округа Люберцы. Потому что рано или по... Тут вот как раз слово «резерв» сейчас играет огромную роль. Потому что, что бы ни случилось, вот кто-то, кто сегодня придет совсем маленький, вы с какого берете возраст? По-разному виду спорта. Ну, самые вот... Шесть лет. Шести лет. А фигурное катание еще меньше. Да. Вот, понимаете, да, рано или все вернется на круги своя. И будем рвать все залы мира. Вернется однозначно. 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 И мы вас всех ждем, уважаемые зрители, на день открытых дверей в сентябре, конце августа этого года. Ну, а теперь давайте поговорим о депутатской деятельности. Потому что депутаты, которые ваши коллеги здесь бывают, понятно, что весна – это особая пора. Вот, когда долго лежит снег. Сначала мы боремся со снегом в начале зимы, потом мы привыкаем к нему. Вот. И как-то он уже лежит, даже как-то жалко его, потому что ты понимаешь, что вот-вот и он исчезнет. Но в этом году, правда, его было очень много. Обещают, что он растает только к середине апреля. Но я так понимаю, и когда этот снег потихонечку исчезнет, начинаются проблемы дворовые территории. Где-то снег, как известно, вместе с асфальтом уходит. Я уж не говорю про федеральные трассы, к которым мы не имеем отношения. Там тоже есть проблемы. Вот. Но и помимо дорог появляются, наверное, другие какие-то проблемы. Начнут сейчас деревья расти, лавочки вот эти вот из-под снега вдруг неожиданно вырастать. К чему готовятся депутаты? Как у вас сейчас с наказами? Как со встречами людей? Ну, у нас сейчас идет как раз вот отчет перед избирателями. Вот я буквально приехал к вам со встречи. Мы ездили в детский садик. Ну, мы ездили в детский садик и общались с коллективами, потому что как бы это тоже избиратели, это тоже те же люди. Да, да. Конечно, приходят. Достаточно очень много людей приходят. Это можно посмотреть все в интернете, на сайтах. Вот. Ну, в принципе, вопросы одни и те же. Которые есть. Многие проблемные сегодня? Ну, в основном это, ну, что или хотать, это вот ЖКХ. 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 Это опять зима снежная была, караул какая. Ну, с крышами там, я думаю, будут проблемы. Я хочу сказать, что наша администрация, вот совместно и мы тоже, мы реагировали. Мы очень быстро реагировали. Администрация работала в этом направлении тоже. Ну, сейчас же все, как говорится, написал и тут же уже. Да, то есть, максимум. Максимум. Дороги были расчищены. Придворовые дороги, дворовые тоже работала управляющая компания. Конечно, ну, где-то не досмотрели, где-то не доучли. Все было. Все было. Ну, в большей массе, я хочу сказать, вот с таким потоком снега, с такими вот осадками. Бесконечно. Ну, правда, очень много снега. Вот я, допустим, вот у себя на объекте, мы два контракта отыграли. Два контракта. Мы вывезли снега очень много. И еще вот сейчас третий играем, чтобы вывезти оставшийся снег. Потому что мы понимаем, что он будет таять еще месяца два. А не вывозить нельзя. А не вывозить нельзя, потому что это спортсооружение, он сейчас будет таять, все плечет. Да, да, да. Ну, и там, не дай бог, еще. Конечно. Мы еще помним все эти. Я сам там недавно ходил, тоже сбивал эти невероятные просто виды сосульки. Ну, у нас сосулек нет, у нас плоская крыша. У нас, как бы, два раза крышу мы чистили в этом году. Понимаете? Ну, это тоже раз. Это очень много. То есть снега было много. Ну, в общем плане, вот с этим вопросом, я считаю, что справились. Справились. Ну, а какие еще вопросы? Устройство в детский садик, в школу или какие-то, может быть, еще бы. Какие проблемы существуют? Ну, вопросы, как бы, понятное дело, там, и сейчас снег таивает, и вот здесь вот яма образовалась, там ее не было, она откуда-то образовалась. А вот как этот вопрос решается? Потому что мы же знаем, что, опять же, возвращаясь, потому что сейчас сразу встают, как депутаты приходят, сразу Октябрьский проспект, остановки, транспорт. Но не все подвластно депутату Совета депутатов, но, например, если в дворовой территории внутри вот сошел снег, и там вдруг, не знаю, люк провалился, ну, бывает же такое. Это чья мера ответственности? Зона ответственности управляющей компанией. Да. И если депутат может ускорить как-то... Ну, если вот есть техники-смотрители в управляющей компании, если он же смотрит каждый день, они ходят, территорию осматривают. Ну, и махнул, забыл, не записал. Не записал, забыл, то есть есть жители, вот у нас там, и телефоны депутатов есть, мы напрямую мышки знаем, в нашем округе там, ну, условно, всех. Вперед. Ну, тем более, что представители ЖКХ тоже в депутатском корпусе есть? Да, ну, нет, ну, есть такие, как бы, моменты, да, что, опять же, кто-то не усмотрел, кто-то чего-то не увидел. Ну, у нас же, знаете, есть такая тема, называется добродел. Знаете, как она реагирует быстро? Не дай бог, да? И администрация, и управляющая компанией... Там все надо правильно написать. Да, но это такой, знаете, мне кажется, для жителей, ну, кто-то сразу пишет, а кто-то, вот если, как бы, понимает, что это там ситуация такая, что ее можно, как бы, здесь сделать. Вот, понятно, дело выходит на депутатов, мы это решаем тоже сами, быстро очень. Ну, сейчас же еще добавится, когда все-таки снег уйдет, надо же будет что-то красить, это же тоже делает компанией. Нет, ну, сейчас у нас в апреле это субботники. Ну, вот, да. Это целый апрель субботника. Ну, субботник-то это дело добровольное? Да, я не хочу сказать, что оно добровольное, ну, и жители выходят. Вот, не просишь, вот у нас там есть один скверик небольшой, жители выходят, но объявление... Хотя, чтобы был скверик красивый. Конечно, конечно. Объявление вывешиваешь, даже как бы... Инструмент еще. Сарафан и ради инструмент мы все предоставляем. Перчатки, пакеты, все предоставляем, грабли, лопаты. Мы это все предоставляем, жителям просто надо выйти. Но если они не входят, мы своими силами делаем. Мы же хотим, чтобы наш город был красивым, наши дворы, наши сквериеры. Ну, все-таки лучше когда вместе с жителями. Мне кажется, тогда будет... Ну, понятное дело, это идет субьез определенный, да. То есть мы друг друга видим, знаем, общаемся. А вот дальше там трава, потом деревья. Я сейчас о дворовых территориях говорю, потому что тоже такой важный момент. Оно будет постепенно все просыпаться. Это же, по идее, тоже компания должна обслуживать, да? Ну, да, конечно, это идет. Сейчас вот начнется потихонечку. А вдруг дерево какое-то... Опиловка. Опиловка. Это у нас благоустройство. Что у вас под контролем все равно, да, существует? Ну, у нас такие жители, вы знаете, то, что вот если дерево висит какое-то там, где-то там, на стоянке над машинами, не дай бог, там, еще куда-то смотрят. Ну, мы реагируем. Мы реагируем, отправляем информацию сразу в управляющую компанию, либо в администрацию, чтобы пошевелили кого-то. То есть это у нас, ну, это отработано. Ну, да. Ну, что здесь придумывать, здесь отработано. Плюс к этому я хочу сказать, что вот в 23-м году у нас было отремонтировано, заасфальтировано, опять же, по наказам избирателей, это 180 дворов в городе. Ну, это... Это достаточно, это большое количество, понимаете? А где деньги на этот асфальт? Они в бюджете заложены? Конечно, конечно, все, все в бюджете, все рассматривается, все закладывается. А как идет битва за дворы? В моем не сделали, а у соседнего депутата сделали такое? Или это какая-то комплексная программа? Ну, есть голосование, то есть жители могут на определенных сайтах проголосовать за свой двор, и он входит в программу. Плюс у нас, это вот что касается детских садиков, у нас на Колораж сейчас открывается в сентябре садик, новый садик, построенный садик, новый, на 350 мест. Ну, вот, хорошо. Звездочка садик уже открылся, номер 21, тоже на 350, вам на 360 мест. То есть у нас в этом вопросе... Для будущего уже все есть. Да, просто мы общались, сейчас вот ходили в Ромашку в садик, с коллективом общались, я встретил воспитательницу, у которого у моего сына ходил. Мой сын ходил, представляете, я ее увидел. Представляете, сколько она уже работает, она такая молодец, она такая умничка, она увидела, вспомнила, говорит, ой, я Сашу помню. Он ходил, я говорю, слушайте, всегда ребенок, а и повара сидели, повара пришли навстречу. Я говорю, как у вас вкусно здесь кормили. Да, да, да. До сих пор, говорю, ребенок вспоминает, общаемся. Вот я думаю, что на этой вкусной ноте мы будем завершать. Дмитрий Анатольевич Коровкин, который сегодня рассказал нам и о своей депутатской деятельности, но мы не очень, может быть, много ей уделили внимания, дело в том, что сейчас идет отчетный период, поэтому все, что связано с господином Коровкиным, вы можете найти на сайтах и наверняка еще, может, уже кто-то и поучаствовал из наших телезрителей. Вконтакте, в телеграмме. Вконтакте, да, все везде, где можно. Вот, также директор комплекса спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы напомнил о том, что где-то в районе августа-сентября будет очередной набор, да? Да, набор начинается. День открытых дверей. День открытых дверей, просим гостей. Ну, я думаю, что даже если вдруг у вас сейчас какие-то мысли, прийти, посмотреть, выбрать, знаете, тоже иногда у ребенка и недолго пытаюсь узнать, что он хочет. Вам удачи, вам успехов. Спасибо. Вот, хороших олимпийцев и хорошего быстрого выполнения наказов. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова